Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как тренер-спортсмен и как психолог просто кажется чем-то невероятным. То есть три грани совершенно разные, совершенно, казалось бы, кто-то скажет, что несовместимы, потому что как, с одной стороны, когда представляешь себе музыкального педагога, представляешь себе такого утонченного, рафинированного, там, очень и очень такого, или тренер-спортсмен. То есть наоборот, вроде брутальный, накачанный. И плюс психолог обычно представляешь, ну, я не знаю, какому-нибудь... К какому выводу мы приходим? Отто сбалансированная личность. Спасибо, господа. Рад вас видеть. Ну, в двух словах, как бы все правильно. Психолог будущий, то есть продолжая учебу Балтийской международной академии. Почему психология? Вот почему психология – это дополнение к педагогике, ну, спорту и музыке? Ну, вы знаете, я долгое время искал, я знаю, что люди, которые посмотрят нас, вот для них я, в принципе, это все и буду рассказывать сегодня. Для каких-то матерей, родителей, молодых и так далее. Потому что мы коснемся темы воспитания детей и так далее. Долгое время я просто искал силу, и я ее нашел достаточно давно уже. Разного рода силу, можно сказать, даже по Кастанеде. Я был поисковиком силы. И нашел ее достаточно рано. Ту точку перешел, когда я понял, что такое физическая сила, я понял, что такое каким-то образом повлиять на сверстников вербально. Ну, то есть стать для них лидером неформальным. То есть это спорт. Это мы говорим про спорт. Да, то есть это мы говорим про спорт. И я отвечаю на вопрос, почему психология. И то есть долго-долго искал ее, силу нашел. В принципе, это не значит, что я не продолжаю себя держать в форме, что я не иду там прибежать кросс. Не об этом речь. Но о том, что как таковая сила, мне уже так не сильно стало интересно. То есть я перешел этот момент, рубеж. Потому что многие люди же боятся чего-то. Вот хулиган идет, то есть ему страшно, например. Но мне таких вещей уже дают, как в чай попить. Ну, образно сказал. И сейчас я уже на пути к тому, что я понял, что так, если силы разобрались, есть там власть, есть сила денег, есть сила влияния, есть, не знаю, хулиганы через дорогу перейти. Там пять хулиганов, а тебе не страшно. Понял. Что дальше есть? Но сейчас я в поиске свободы. И поэтому психология. А что было, кстати, раньше? Занятие спортом или музыка? Отец просто тренер, Йосиф Ковчий. В принципе, легендарная личность в нашей стране. И я просто родился в спорте. У меня дедушка в Венгрии, там, царство небесное, он был футболистом профессиональным. Соответственно, пока это династия спортсменов. А почему тогда музыка появилась? А музыка мама Елена Ковчий, творческая личность. Благодаря нее я как бы пошел по стопам музыкальным, творческим. Она не хотела, чтобы я был узконаправленным человеком. Соответственно, отдала мне музыкальная школа. Там были хорошие успехи. И в итоге я получил магистрский град музыки. И там, и там. Вот Отец у нас преподавал, то есть он и был тренером, и педагогом музыки профессиональным. И до сих пор является. До сих пор является, да. И вот мы тут переходим как раз к теме детей. Вот, собственно говоря, когда появились, наверное, свои дети. Это, в принципе, еще больше детская тема. Как, в принципе, безвечный вопрос воспитания детей. Насколько здесь помогает психология? Вы знаете, да. Это такой сложный мой вопрос, потому что ты видишь то, что описано в книгах, ты видишь на своем ребенке, как это реально все происходит. Тебя это не удивляет, потому что были все-таки эмпирические исследования здесь созданы, да. Люди, которые не знают, что такое эмпирические исследования, это берутся там тысяча человек выборка, то есть это большие выборки. Иногда даже несколько тысяч. И по экспериментам, по вот этим людям, огромное количество людей, какие-то аспекты личности, они выбираются и записываются, грубо говоря, в книжках. И, соответственно, то, что там написано, ты видишь, что, о, да, там, не знаю, грубо говоря, кризис двухлетки, можно в кризисе верить, можно нет. Или там сеперация, 3-4 года у ребенка доминирует, там слово нет, потому что таким образом он проявляет себя, что он существует в этом мире. И каким-то образом, через слово нет, он отделяет себя от родителей. Ну, и ты видишь, что, да, твой ребенок все то же самое делает, что написано в книгах, то меня лично-то не удивляет, супруга удивляет и говорит, вау, она тоже там читает, смотрит. Но своим детям нужно уделять внимание, уделять внимание не только себе, да, сегодня взрослых людей много проблем. Но также мы стали достаточно немного нарциссические личности, много, потому что Инстаграм, Интернет, и мы зациклены на себе. Ну, я в том числе о себе говорю. У нас 13 типов личностей есть психологии, характеров. Так вот, взрослых личностей считается, если ты фиксирован на много-много разных, скажем так, частей в тебе есть, да, и одна из них есть такая нарциссическая. И, соответственно, человек зациклен на себе, я хочу, я хочу, я хочу, молодые родители, мы путешествуем, мы там дома строим, карьеры. А что, ребенок чем занимается? Ну, сходи с ним, покорми. Вот мы сейчас в деревне были, сходи покорми рыбок, не знаю, сходи покорми уток, проведи с ним реально качественное время. Об этом родители зачастую забывают, особенно молодые. Об этом не надо забывать, поэтому… То есть это общение именно с ребенком? Контакт должен быть, да, контакт должен быть, потому что, если мы говорим о серьезных вещах, то суицид стал молодым, это все знают, это ни для кого не секрет. Может быть, просто простым людям не говорят это, но нам-то говорят, поэтому сейчас уже суициды происходят и в 10-летнем возрасте, что, в принципе, нонсенс, раньше такого не было. Ну, время сейчас другое. Соответственно, контакт не нужно терять, потом подростковый возраст, сейчас ты думаешь, там, 7-8 лет, а, ну, он у меня такой, там, бунтарь. Это все окей, но смотри, что в 13 лет проблем не было, да, что он потом пойдет, не дай бог, что-то с собой сделает или что-то такое. И за счет этого нужно поддерживать контакт, вот у меня старшей дочери 4 года. А мы с ней садимся, она у меня садится, она говорит, папа, расскажи мне что-нибудь еще. То есть я ей что-то начинаю, мы сейчас с ней учимся говорить нет. То есть каким образом мы учимся? Это нормальные вещи, на самом деле, если ты не запугиваешь ребенка, а нормально с ним общаешься. То есть мы играем такие игры с игрушками, что чужие люди подходят и говорят тебе, что там они знают папу ее или маму, пойдем с нами, мы тебе дадим конфет, и она говорит нет. Если она начинает сомневаться, я говорю, игра же какая, ты должна сказать нет. Она такая, нет, я никуда не пойду. Таким образом мы учимся говорить нет. Когда она подростлеет, там, в 7-8 лет, мы так будем учиться говорить нет сигаретам, там, ну, например. То есть это общение с ребенком, то есть ребенок доверяет мне, я доверяю ему, и, соответственно, у меня какой-то контакт с ним достаточно сильный. Мы же идем там покормить рыб, мы идем погладить собаку, ну, если мы говорим за деревню, ну, и в городе можно выйти, найти полчаса, уделить реально время ребенку. И вот этого я, к сожалению, не вижу, потому что зачастую мы ставим акценты на не супер важных вещах. То есть деньги очень важная вещь, очень важная одна из таких составляющих, но не нужно ставить акцент только на вот таких материальных вещах. Можно ли сказать, что психология – это профессия будущего, что, в принципе, мы ощущаем все больше и больше потребность в психологической помощи? Это мы видим именно сейчас, например, ну, на примере того, что, когда усиливается общий тревожный фон, люди срываются, люди становятся агрессивными, люди, ну, как только вот выпадают из этого благостного такого состояния, когда, ну, мы живем обычной жизнью, вроде бы кажется, что все нормально, но как только появляется какая-то вот тема войны, которая где-то неподалеку от наших границ, когда появляется тема кризиса, нехватки денег, когда идут негативные новости с телевизора, они начинают, ну, люди действительно сносят, как говорят, сносят крышу. Ну, вот эти обстоятельства, которые вы назвали, действительно, это такая триггерная ситуация вовне, на что тебя резонирует, да, каждого резонирует на свои какие-то вещи, да. Ну, отвечая вот на первую часть сказанного, это фоновая тревожность действительно есть, она уже началась во время ковида, сейчас еще война, конечно, эта фоновая тревога, она сейчас несет массовый такой характер, и тревога имеет такое свойство накопительное, и, соответственно, накапленная тревога, она потом, она никуда, энергия просто так не исчезает, то есть она идет либо в аутоагрессию, то есть человек начинает агрессивно, то есть посредством своего внутреннего критика к себе относиться, да, он там, ты дурак и так далее, сам себе, либо же второй вариант, проявлять ее вовне, то есть все, о чем мы говорим, вот человека как нервную систему раскачивают, ну, это знают там мастера нейролингвистического программирования, и не только из спецслужбы, кстати, нужно его начинать скачать с пассивного состояния, то есть когда пассивное поведение у человека, он там забился в угол, в помещение зашел, встанет где-то в угол, чтобы не заметили, ну, то есть какие-то поведенческие будут у него аспекты, либо агрессивное, то есть человек начинает там повышать голос там и так далее, и вот это все, это выпадание, что такое баланс психологии, когда ты выпал из ассертивного состояния, то есть уверенного в себе, и ты превратился либо в самоуверенного, то есть агрессивного, либо в пассивного, неуверенного человека, так вот я всегда там и супруге, и друзьям говорю, что есть даже там целый ряд правил прописанных в психологии, как можно понять, что я сейчас в ассертивном состоянии, либо меня сейчас качнуло куда-то, ну, качнуть могу все что угодно, это новости, разговор с товарищем, и чуть-чуть ты выбился с баланса, нужно просто осознать, поймать себя, что о, подожди, стоп, 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 я сейчас в каком состоянии нахожусь, потому что поведение, это не обязательно только физически, я топаю ножками куда-то, поведение может быть и внутреннее, Я сейчас замкнулся в себе. А, окей, я сейчас в пассивном состоянии. А почему я замкнулся в себе? Он как-то так ведет себя, что я чуть-чуть замкнулся. Или опа, сейчас что-то я с твоим мнением начинаю продавливать. Подожди, а что это продавливает? Такие агрессивные сейчас. Ну, вот такие вещи. Ну, и наблюдая вокруг, что вы видите, больше латвийского общества, оно замкнулось, оно неуверенно, или оно проявляет все-таки агрессию? Интересно наблюдать. Я вот за друзьями наблюдал, кого куда качнуло. Ну, достаточно, я не могу сказать за всех жителей Латвии, я же всех не знаю. Ну, с ассертивностью есть некие проблемы, скажем так. Потому что, давайте так, есть четыре организации психики, личности. Это здоровый человек, условно. Ну, таких, говорят, процентов 10. Их никто, правда, не видел, но говорят, что они существуют. Потом невротики есть. Невротики – это на 90% здоровый человек. У него просто есть какие-то тараканы. Но на 90% он здоров. Потом есть пограничные личности. Это зависимые личности, да, они часто в зависимости куда-то проваливаются. Либо сидят, либо наркоманы, либо в думе. И психотики. Поэтому, ну, я в Латвии наблюдаю, но у нас много пограничных личностей, скажем так. Поэтому, ну, их куда-то качнуть, большой проблем не создаст. Просто нужно сказать, что вот эти плохие сегодня. Ну, то есть, мы как общество стоим на неком пороге, не дай бог, кто-то кого-то качнет. Ну, конечно. Ну, здорового человека, ну, господи, у тебя свое мнение, у меня свое мнение. Все, он пошел спать. Сколько сейчас людей мучаются бессонницей, там, на таблетки новые придумают и так далее. Ну, потому что, конечно, человек находится, психика его организована так, что он в пограничном состоянии. Либо пан, либо профан, или как в русском языке говорят. – Пропал, пропал. – То есть, либо вот-вот, его не нужны эти качели. Он их сам ищет. И что делает, почему? Полиция не хочет сегодня касаться, но я считаю, что, да, уровень профессионализма наших политиков, конечно, нужно его поднимать. Потому что он достаточно низковат, что они делают. Просто информационный сброс. Эти пограничные люди, которые и так находятся от одной зависимости в другую, он перебегает. Так все. Ну, как, они все правильно делают. Поэтому мы заветы разделяем власты. Но мы сегодня не об этом. – Да, мы сегодня говорим. – То есть, сбрось какую-то вещь и так далее. – А о том, вот нормально ли обращаться к психологу за помощью? То есть, вот если мы говорим, ну, всегда кажется, у многих людей есть барьер. Они считают, что если ты обращаешься к психологу, то, значит, ты признаешь, что у тебя какие-то проблемы с психикой. Или ты слабак, действительно, что ты сам не можешь справиться с какими-то тревогами вот этими внутренними. – Наверное, раньше я тоже так же самодумал и путь свой начинал. Психология, которая еще будет длиться очень, слава богу, всю жизнь, я надеюсь. Начинал с этих всех эзотерик, там, буддизма и так далее. Классная религия, но не об этом. И я точно так же самодумал, что если ты там не можешь справиться с какими-то проблемами, ты там слабый. Особенно я иду еще с индивидуального спорта. Кикбоксинг – это ринговые дисциплины, все жестко. И там, конечно, вот, что сказал бы режиссер одного театра, мачизм, он на достаточно высоком уровне. Но правда заключается в том, что здоровый человек, а невротик, ну, если мы берем невротика и здорового человека, это плюс-минус одно и то же. Только, ну, здоровый невротик чем отличается от здорового человека? Что здоровый человек одну и ту же информацию видит где-то, да, такой, или мысль к нему пришла, он такой, ой, какая-то странная мысль. Господи, что я тут подумал? И забыл, и пошел дальше. Чем отличается невротик? Он такой, пришла к нему мысль, что за мысль, господи. То же самое, подумал, что здоровый, но дальше он начнет ее, конечно, прокручивать очень долго, начнет заниматься самокопанием. Такие умные люди на самом деле. Так к чему говорю? И невротик, и здоровый человек без проблем, это, кстати, один из критериев, здоров ты или нет, без проблем могут обратиться за помощью. То есть это один из критериев здорового личности. Здоровая личность может либо сам решить проблему, либо обратиться за помощью. То есть спокойно допустить и принять мысли, что сам я не справляюсь, мне нужен специалист. Это абсолютно нормально. Конечно. Болит зуб, пошел к стоматулу. Сто процентов. Так же самое с головой. Но с зубом попроще, потому что это же как бы не осуждается. А попробуй во дворе сказать, что я хожу. Сейчас, кстати, говорят уже нормально. Я сам говорю, и люди гордятся, что типа уже между собой мы с друзьями общаемся, говорят, ой, я там был психотерапевтом. Сегодня уже менее осуждается, но все равно попробуй 20 лет назад сказать, что ты там ведешь психолога, но тебя точно пальцем показали. Так вот, нездоровые личности, но это край, это психотик, потому что это люди, которые все отрицают. Конечно, он психотик уже сам, никогда в жизни не пойдет к терапевту. То есть, это наркоман, например, когда он под кайфом или вообще в употреблении, он скажет, что ты ему говоришь, что ты зависим, ты больной человек. Нет, 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 я могу отказаться. То есть, эти люди отрицают. Они отрицают настолько глубоко, что они даже свой пол отрицают. Пол отрицает свой, да. Поэтому это психотики. Дальше там пограничники есть, да, тоже у них проблема. Их послушаешь, с ним все нормально. Он дико агрессивный, спины во рта тебе объясняет, но он здоров, это ты не понял. Поэтому ближе к здоровым, конечно, никаких проблем обратиться к специалисту. Более того, человек скажет об этом спокойно, скажет, классно, был вообще. Можно ли сказать, что тут все творческие люди в невротике, потому что… Потому что без этого никак. Ну да. Ну, отчасти, отчасти, знаете, как в таком творчестве, где сцена, там, конечно, истероидные личности в основном присутствуют. Это внимание, это демонстративность, такие как Киркоров, Басков, не знаю. Ну, доля истероидности, наверное, и во мне есть все-таки на сцене. Если меня на сцену занесло, соответственно, истероидный радикал по личностям, если можно в интернете посмотреть, то он у меня в том числе присутствует. Что такое невроз вообще, по сути? Это же комплекс симптомов. Нельзя сказать, что вот… Есть такие специалисты, которые вообще говорят, там, да веришь, что ты невротик? Ну, будь им. Не веришь, ну, то есть, во что ты веришь, так и, в принципе, есть. Поэтому такой, как вот… Там очень много радикалов в одной личности может быть. Например, вы говорили за психотерапевта, психологов, да, там, ну… Ну, есть и шизоидные личности, да, он просто тебя будет слушать часто, там, как психоаналитик. Будет тебя наблюдать, да, то есть, ну… Я бы не смог час просто, поэтому я и не буду психоаналитиком, но час просто человека слушать, да. То есть, у меня чуть-чуть другие функции в этом мире. Музыки, значит, истероидные личности. В спорте кто? Ну, по-разному, потому что ринг тоже можно воспринимать как арену. Даже сложно сказать. А, есть параноидальные личности, которые… детективы хорошие. То есть, сложно сказать. Талантливый человек, как правило, замыкает в себе очень много радикалов, поэтому он и талантлив. То есть, не один. То есть, у нас проблема психологии какая? Когда человек реагирует… Ну, что такое, там, не знаю, пограничник или психотик? То есть, он на 10 ситуаций будет реагировать по одному сценарию. То есть, а здоровая личность считается, которая в 10 ситуаций, ну, окей, здесь я могу что-то не знать, здесь я знаю. То есть, он по-разному будет реагировать. Чем у тебя больше выборка реакций, тем ты считаешься более здоровым человеком. Понимаете? Замечательно. То есть, если ты можешь адаптироваться к условиям сейчас, которые находятся, ты в порядке. То есть, проблема людьми, которые не адаптируются. А почему он не адаптируется? Да у него одна стратегия на все жизненные ситуации. Ну, мы тоже адаптируемся к условиям. Нам показывают, что время разговоров… Надо быть гибкими. Гибкими. Вот таков, чей педагог, музыкант, тренер, спортсмен и психолог. Будущий психолог был в нашей сегодня студии. Поделился своими жизненными наблюдениями. Спасибо большое. Спасибо. Мало, конечно, поговорили. Хотелось еще чуть-чуть. Но? Ну, спасибо. Не последний. Да, спасибо, спасибо. Да, спасибо. Вы слушаете радио «Болтун».